это привет это зима альберт меня с вами сегодня интересный репортаж из такой маленькой приятной страны под названием панама республика панама окей что я здесь делаю по нами находится одной из самых посещаемых экспатами мест в мире другими словами люди которые всю жизнь прожили в америке или в канаде или в западной европе или еще в какой-то приличной развитой стране они когда становятся немножко старше там ближе к 50-60 лет они становятся мудрее они берут свои сбережения или инвестиции продают их или забирают собой и переезжают в какую-нибудь теплую страну в которой хорошая медицина хороший климат дешевая жизнь в которой приятные виды на море или на вулканы или на джунгли или на какие-то тропические цветы в которой довольно безопасно и в то же время в которых нету таких высоких таксов как в европе как в канаде как сша и я нахожусь сейчас городке который называется букет и мы провели неделю букете и вторая часть нашего путешествия это городок под названием вулкан который находится прямо на склоне вулкана бару я сейчас стою и смотрю на него безумно красивое место и так что я здесь делаю прежде всего я вам хочу рассказать о одной интересной статье которая появилась cnbc статье которая появилась на cnbc в середине ноября 2021 года 46 процентов американцев то есть почти половина вероятнее всего выйдут на пенсию или ожидается что выйдут на пенсию а все еще имея некий долг вообще уровень долга в сша за 20 лет с 99 года по 2021 год он вырос больше чем на 600 процентов просто представьте себе это катастрофическую цифру и речь идет о долгах студенческих речь идет о долгах по кредитным картам речь идет о долгах по недвижимости по другим вещам но общая концепция такова что сегодня как никогда в другое время обычные middle class американцы до которые всю жизнь работали которые не бедные люди которые имеют там дома машины которые имеют какие-то активы акции какие-то сбережения они также имеют довольно существенный долг и к моменту когда они выходят на пенсию у них это долг все еще будет более того почти половина американцев говорят что вероятнее всего им придется работать когда они выйдут на пенсию то есть у них будет ну типа два источника дохода один это social security выплаты что есть государственная программа пенсионная и второе это они все еще будут ходить на работу что у них нету денег для того чтобы жить той жизнью которой они мечтали жить у них нету денег для того чтобы путешествовать у них нет денег для того чтобы знаете расслаблено играть в гольф где-нибудь на каких-то резортах у них нету денег для того чтобы провести неделю со своими внуками знаете пока их ну как бы дети родители этих внуков уехали куда-нибудь там поездку то есть у этих людей по по большому счету нету времени и финансов жить свою жизнь несмотря на то что они 30-40 лет работали как вам такая проблема я я думаю cnbc им нужно было провести еще одну знаете такую статистику или еще один опрос и нужно было сделать такое провести опрос или сбор статистических данных о уровне долга и о том кто как ожидает выйти на пенсию среди тех американцев которые не очень хорошо говорят по-английски среди тех американцев или скажем так резидентов сша у которых нету паспорта еще американского и у которых нету грин карты американской понимаете на что я намекаю нужно было бы также провести опрос среди тех американцев которые свое начальное образование да там школу там какие-то колледжи вузы заканчивали не в сша где-то в другой стране каком-нибудь там украине казахстане россии белоруссии и так далее да или в других стран вот нужно было бы провести статистический опрос среди вот этого класса до американского общества которое мы называем иммигранты общее слово иммигранты люди которые не родились сша которые откуда-то приехали и я думаю что там были бы цифры гораздо более жутковатые потому что для них выход на ретайрмент до классический ретайрмент когда у людей есть свободное время путешествовать по всему миру там знаете заниматься рыбалкой во флориде кататься на своей яхте там где-нибудь еще иметь свое ранчо и лошадей разводи ну еще что-нибудь такое то есть все эти вещи они абсолютно невозможны для большинства иммигрантов и цифра была бы не 50 процентов и не 67 процентов я думаю что цифра была бы гораздо выше и гораздо более трагической итак о чем я сейчас говорю у меня здесь в букете у меня было несколько посещений кофейных кофешопов кофеем и панама отличается тем что здесь потрясающий кофе здесь выращивают сорт кофе который называется гейша это один из самых дорогих сортов кофе в мире стоит 800-1000 долларов за фаунд на секундочку и это действительно потрясающий вкусный кофе ты выпиваешь одну чашку ты больше не хочешь пить ничего другое так вот когда ты сидишь кофейня и смотришь там сидит в ресторане группа из там шести пенсионеров они говорят по-английски они говорят довольно громко и я их слышу и понимаю да там сидят люди из канады три женщины пенсионерки там сидят из германии там сидят из там тексас арканзас айова там колорадо то есть и так как они говорят они обсуждают какие-то вещи я принципе краем уха уха слышу и у меня было с несколькими из них даже такой более близкий разговор одна женщина из великобритании ей где-то так лет 80 очень бодрая такая мадам и я спрашиваю где вы раньше жили она говорит я жила в великобритании потом переехала в сша я три года жила в города потом я переехала сюда в панаму живу уже здесь 25 лет никогда не не поеду назад не в сша не в великобритании интересно потом я поговорю еще с одним потом еще с одним потом я вспомнил что 7 или 8 лет назад у меня была книга книга написана американцам как как переехать в панаму что такое и ретайлмент в панаме и я тогда не обратил особенного внимания потому что меня больше как бы интересовали путешествия сейчас я понимаю что большинство из этих людей они прожили большую часть своей жизни в том обществе которое мы называем ну как бы классическое западное общество да там сша или в европе или в гранаде и они к вершине своей карьеры да они заработав какие-то активы какие-то дома купив выплатив да многие из них не бедные люди да они они приехали не потому что они бедными были они они приехали потому что они умные были и они переместились в какие-то другие страны не только в панаму очень много людей уезжают в азиатские страны, очень многие люди другие страны Латинской Америки уезжают в Коста-Рику, в Эквадор уезжают, в Перу в Чили уезжают и меня начал интересовать вот этот вопрос, что знают они, чего не знаю я потому что многие из них тоже являются real estate инвесторами многие из них являются профессиональными, знаете, такими опытными бизнесменами которые умеют считать деньги лучше, чем мы с вами и вот этот вопрос что знают они, чего не знаю я меня сверлил и это привело к тому, что мы сюда приехали на разведку итак, первая вещь, которую я выяснил, что в разных странах есть в основном законодательство, таксовое законодательство такое, которое позволяет людям, которые в США, ну скажем так вышли на ретайрмент в довольно бедном виде, давайте быть откровенными, да, если у тебя там домик стоимостью 150 тысяч долларов, если у тебя там инком две тысячи долларов в месяц, то это довольно бедный пенсионный уровень США но если ровно то же самое перенести допустим в Панаму или в другую какую-то страну, в которой это приличный уровень то они, продав свой дом за 150 тысяч или 200 или 400 или 500 они приезжают сюда они покупают очень приличный дом или строят тут есть много компаний, которые строят коттеджи очаровательные коттеджи для всех желающих, неважно из какой страны вы приехали второй момент многие из них обнаруживают, что здесь очень доступно жить просто на рентном рентный коттедж снимать то есть тебе не обязательно покупать все это место им просто берут и арендуют и живут так постоянно здесь очень просто получить вид на жительство очень просто, ну как бы знаете, легализоваться для американцев, для канадцев, для жителей западных Европы там целый список стран, которые очень просто можно получить вид на жительство и они здесь замечательно себе живут вот, третий момент заключается в том, что они не платят никаких таксов на доход, который поступает к ним из других стран причем интересно то, что у неамериканцев у них лучше позиция, чем у американцев потому что американцы, если что-то зарабатывают то они продолжают таксоваться только как гражданин, проживающий за рубежом там немножко немножко более выгодные условия но США продолжает таксовать этого жителя то люди, которые допустим из Западной Европы приехали да, или там еще какой-то страны а их вообще не таксуют ни в Панаме ни в той стране, откуда они приехали потому что territorial tax да, то есть если ты не находишься на той территории ты не платишь таксы а в Панаме ты не платишь таксы на тот доход, который ты зарабатываешь вне Панамы поэтому здесь также живет очень много людей которые молодые и которых мы называем как интернет-предприниматель или инфобизнесмен или что-то такое, да то есть люди, которые делают свой бизнес через интернет и так как они физически проживают в Панаме они не должны в Панаме платить таксы на свой доход, зарабатываемый где-либо это для тех из вас, кто еще не собирается на пенсию но уже заколебался платить таксы в своей стране окей, четвертый момент заключается в том что в Панаме достаточно просто получить вид на жительство если вы даже не американец достаточно просто показать доход на семью на семейную пару который превышает одну тысячу долларов в месяц это должен быть пассивный доход поступающий из-за рубежа например, доход от рентной недвижимости или доход от каких-либо активов которые надежные которые будут поступать много лет то есть это не может быть доход от какого-то интернет-магазина то есть это должен быть доход ну например от рентной недвижимости и для тех из вас, кто допустим сейчас проживает в какой-нибудь Саус-Карлайне или в Калифорнии или в Арканзасе или в Нью-Йорке и вы уже в том возрасте когда уже, знаете, розовые очки ушли в сторону и мы начинаем рассуждать как взрослые люди то вы можете себе прикинуть такой вариант что вы продав дом скажем Нью-Джерси за 500 тысяч долларов и получив свои там 300 тысяч equity в Америке вы с этими деньгами не сделаете практически ничего потому что этого недостаточно чтобы сделать какие-то инвестиции из которых вы будете иметь свободную пенсию я имею ввиду пенсионный доход этого недостаточно практически ни для чего то 300 тысяч в Панаме это большой и очень приличный построенный по западным стандартам дом с довольно большим участком на котором растут кофе, бананы папайя и еще всякая всячина которую обычно приходится покупать на рынке да более того многие американские как бы ребята они они вообще очень умные они покупают сразу ферму например они покупают кофейную ферму там 20 акров кофейная ферма на которой растет несколько тысяч кофейных деревьев и где есть ну дома в которых проживают люди которые работают на этой ферме и эти люди собирают кофе эти люди обжаривают кофе и эти люди отправляют кофе в Америку и у него эта ферма кофейная она генерирует такой доход что ему нужно было бы в США купить 30 объектов недвижимости чтобы генерировать такой доход а он генерирует этот доход с маленькой фермой в Панаме почему? потому что в Панаме самый лучший в мире кофе ну один из двух-трех наверное самых лучших которые только есть в мире и кофе продается по интернету точно так же как любой другой товар как картины как техника как все что угодно да доставка это не проблема в современном мире интернет тоже не проблема поэтому мотайте на ус меня спрашивают время от времени кто-то ну там знаете допустим из Беларуси человек пишет говорит а можно купить в Америке 10 гектар земли и выращивать там не знаю картошку говорю да ты можешь но фермерская фермерский бизнес в США имеет очень-очень маленький процент рентабельности очень маленькая доходность так исторически сложилось что то крупные корпорации которых там всего 4 которые производят основные фермерские культуры в США они отжали практически весь бизнес у маленьких и средних фермеров и если вы фермер то ну для себя то вы вырастите еду но на продажу не очень-то разгоняетесь на большие прибыли да то есть для того чтобы делать большие прибыли в США нужно иметь или очень большую ферму или выращивать что-то уникальное там типа коноплида но это совсем другой бизнес и не везде не в каждом штате это разрешено итак еще одна вещь которую я обнаружил в панаме есть очень большой объем вообще товарооборота который делается ну вообще очень большой бизнес потому что панама это такой себе географический такой хаб бизнес хаб панамский канал благодаря этому многое произошло здесь огромный оборот груза происходит более того в колонн который есть час езды от панама сити это зона свободной торговли или зона беспошлиной торговли и там происходит огромный товарооборот товаров и поэтому в панаме нет нехватки ни с чем да тут тут есть абсолютно все то же самое что и в Америке более того многое из того что везут в США да допустим в Калифорнию судно идет из Китая оно проходит через панамский канал и потом идет вверх в Калифорнию вот сюда товары прибывают как бы быстрее чем в Калифорнию ну это так чисто особенности географии окей что еще нужно заметить в панаме ну вот в эре где букет и вулкан здесь проживают где-то 4-5 тысяч скажем англоговорящих экспатов ну не только англоговорящих тут на всех языках говорят и эта эре она я бы сказал она выглядит немножко лучше и немножко более безопасной более как бы современной чем остальная часть панамы мы проехали всю территорию панамы от панама сити мы арендовали машину на несколько дней и проехали от панама сити и до давида давида который находится на границе с круто-рикой почти и вот из всего того что мы видели букет вулкан вот эта эрея здесь лучше чем в остальных частях страны остальные части страны выглядят еще скажем так довольно зачуханными колхозно-фермерскими такими то есть не вызывают желания там жить да или там проводить какое-то время а вот эрея где есть приличное торгового центра где есть хорошая медицина где есть школы молы все то что обычно мы ассоциируем с цивилизацией вот это все есть давид букет вот эта эрея кроме того здесь уже примерно 20 лет сюда постоянно каждый год прибывает 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 тысячи новых экспатов и вот тут начинаются еще интересные вещи потому что скажем многие из этих экспатов они ну скажем имеют свои контрактовские компании да они строят недвижимость и они эту недвижимость дают они эту недвижимость продают они строят отели они строят хостелы они строят всевозможные развлекательные инфраструктуру которая ну впервые ну когда люди прибывают сюда Ну, во-первых, они говорят, наверное, не на спеннише, наверное, на инглише часто, да, и этим туристам или новоприбывшим им нужно где-то поселиться, им нужно где-то получать какие-то услуги, им нужно какие-то хорошие рестораны, куда нужно пойти. С рестораном тут вообще нехватки нету, тут перуанская кухня, абсолютно потрясающая, итальянская кухня, здесь замечательное количество, знаете, из разных, из разных частей мира здесь открытые рестораны. Маленькие такие супермаркеты, которые, знаете, такой маленький на углу стор, в котором есть все, их обычно держат китайцы, да, нашу нишу, как ни странно, не панамцы, а китайцы, которые тоже тут, видимо, нашли свою нишу, да. Есть очень много людей, которые занимаются органическими фермами, люди, которые, например, производят высококачественный мед, да, или вина изготавливают, да, потому что здесь прекрасная территория, где виноград растет, да, тут местная вина прекрасная. Есть очень много людей, которые, знаете, такие, любят просто жить вдали от цивилизации. Тут немоверное количество земли, склонов, и по виду вообще, по тому, когда ты едешь по дорогам, смотришь направо-налево, то больше всего мне напоминает Гавайи, вся эта местность. Точно так же вулканические вершины вокруг, точно так же изобилие пальм, ананасов, бананов и каких-то экзотических цветов, которые мы названия не знаем, миллионы этих птичек калибри летают вокруг, очень много конюшен с, ну, таких полей, там коровы бродят, там конюшни, там еще что-то. И это все выглядит очень приятно, да, и сами по себе, ну, панамцы, они такие очень смуглые ребята, похожие на мексиканцев, и, естественно, они говорят на спеннише, да, поэтому для того, чтобы себя, себя, ну, как-то более-менее хорошо чувствовать, да, достаточно выучить, ну, хотя бы несколько слов, да, добрый день, спасибо, пожалуйста, как пройти, сколько стоит и так далее. То есть эти вещи надо знать о спеннише. И у нас была хорошая тренировка, потому что мы имели месячный тревел по Испании, по Канарским островам, то мы немножко уже подучили спеннише, да, чуть-чуть, на уровне выживания, да. Но здесь также очень много людей, которые говорят по-английски, и если вы, ну, скажем, там, потерялись, не знаете, там, как попасть куда-то или как получить что-то, вы всегда можете найти от кого-то помощь, кто говорит по-английски. Окей, теперь давайте снова вернемся к цифрам ретаймента, потому что я такой человек, который любит цифры, да. Давайте я покажу вам очень короткий способ, очень, на мой взгляд, да, очень простой для тех людей из вас, кто понимает, что нужно себе готовить ретаймент, но вы, знаете, до сих пор не брались за это, да, то есть вы даже не начинали. Вы работаете на наемном труде, вы не сохраняете никакие деньги или, там, сохраняете одну тысячу долларов в месяц, и вы понимаете, что если так сохранять, вам 800 лет надо, чтобы себе сохранить капитал, который нужен для ретаймента. Итак, у меня недавно был разговор с одним иммигрантом, я ему задал вопрос, Саша, сколько тебе нужно каждый месяц получать пассивного дохода, чтобы ты считал, что у тебя нормальный обеспеченный ретаймент? Он говорит, десятка в месяц меня устроит, у меня все будут закрыты вещи, какие-то кредитные карточки, все будет выплачено, и я буду готов путешествовать, наслаждаться жизнью и так далее. Отлично, десятка в месяц. Давайте возьмем это в качестве примера. Если вы имеете некий актив, который генерирует вам 10% в месяц, то вам нужно 1.2 миллиона долларов, чтобы 10% годовых генерировали вам десятку в месяц. Без учета таксов. Но, как мы все знаем, таких идеальных ситуаций не бывает, и в обычном американском каком-нибудь штате вы будете оплатить от 30 до 50 примерно, да, процентов от вашего годового дохода, вы будете отдавать в такс. То есть это значит, что вам нужно каждый месяц генерировать не десятку в месяц, вам нужно больше генерировать, может быть 13, может быть 15. Окей, я здесь хочу вам показать несколько слайдов, которые я подготовил, и может быть лучше иллюстрировать ту концепцию, которую я пытаюсь объяснить. Почему создание своего капитала, неважно это там 2 миллиона, 1 миллион или сколько вам нужно для ретаргмента, почему в США это настолько сложно в настоящее время? Раньше, может быть в годах 80-х, 90-х это было проще, но сейчас это по-настоящему сложно. И я дам свое видение по поводу того, как сделать это немножко проще. Итак, представьте себе проблемное судно, такой, знаете, сейлобот, у которого есть плохое состояние, которое плывет против ветра, который имеет дыру в корпусе, который против течения, да, течения ему навстречу, ему нужно плыть туда, который даже не успевает вернуться в бухту или в безопасную марину до того, как наступает шторм, да, и он попадает в проблему. Мало того, у него шкипер, ну, каптан, который не имеет опыта управления, который, может, вчера купил эту лодку и сегодня вышел в море. И что я имею в виду? То, что судно плывет против ветра, это то, что мы с каждого доллара, который мы хотим отложить, да, или с помощью которых мы хотим инвестировать что-то, да, мы сначала платим таксы, мы сначала платим какие-то другие расходы, мы платим какие-то проценты по кредитам, а потом мы эти деньги сохраняем для ретайрмента. Второе, мы теряем довольно много денег из-за инфляции. В США официальная инфляция что-то типа 7% годовых в 2021 году, хотя на самом деле она процентов 25 годовых, да, и сейчас мы просто с ураганной скоростью теряем деньги. То есть мало того, что мы из каждого доллара заплатили таксы, потом еще инфляция очень неплохо сняла стружку с наших денег. Следующая проблема, мы в США, как правило, вынуждены покупать активы, которые нам позволяют покупать. Например, мы, когда инвестируем в стак-маркет, мы можем инвестировать только в те акции или в тот стак-маркет, который нам, ну, как бы диктует говермент, да. Например, вы не можете взять и купить акции какой-то азиатской компании. Вы не можете, вы можете только покупать рейд, да, Real Estate Investment Trust, который является производным, который в свою очередь вкладывают в какие-то азиатские компании. Вы не можете напрямую инвестировать в акции этих компаний, которые не американские. Поразмышляйте об этом. Или, допустим, если вы покупаете что-то, ну, как криптовалюты, да, то правительство обязывает вас полностью декларировать свой паспорт, свой адрес, все свои данные. Почему? Потому что правительство уже знает, что, ага, с той прибыли, которую вы, возможно, сделаете на этих криптовалютах, мы хотим получить от вас тоже таксы. Мы хотим таксовать Capital Gain. Мало того, если вы успешный инвестор, успешный предприниматель, и вы делаете, ну, больше, чем миллион долларов в год, то вы будете довольно высокий платить еще такс на Capital Gain, на все то, что приросло к вашим активам, да. Поэтому проблема с активами состоит в том, что, как правило, обычному middle class ему приходится делать своего рода гемблинг. То есть им приходится инвестировать не во что-то, что дает какой-то спокойный доход, типа, там, 5-7-10% годовых, а middle class вынужден гоняться за чем-то очень рискованным, чтобы генерировать, там, 20-30-50% годовых. И, естественно, это будет какая-то супер рискованная сделка, на которой, вероятно, они потеряют все деньги. И кризисы в экономике. Это вот то, о чем я говорил, шторм, и шкипер не успевает привезти лодку до начала шторма в марину. Кризис, такой, как экономический кризис, связанный с COVID-19, его проблема даже не в том, что пришел COVID и вся эта пандемия, а проблема в том, что правительство совершенно неадекватно реагировало на это все. И многие бизнесы были просто, ну, знаете, прибиты, ну, или закрыты, или забанены из-за того, что лучше перебдеть, чем не допдеть. Да, но эти бизнесы несколько месяцев out of business, и все, и они исчезли. И таких сейчас тысячи по всей стране, и не только в США. И самая главная проблема, самая главная, это то, что мало времени. Это тоже то, что я имею в виду, что у шкипера мало опыта, да, то есть мало времени было для того, чтобы научиться. Если вы, как я, прибыли в США в возрасте, там, 35 или 40 или 50 лет, да, то у вас просто не было достаточного времени, чтобы научиться инвестировать, научиться делать деньги в США. Да, и вы вынуждены были, ну, возможно, где-то какие-то супертрудные работы брать, например, как трек-драйверы, да, как билдеры домов, как еще какие-то виды деятельности, которые либо требуют очень много здоровья туда вложить, либо они сами по себе содержат риск. Ну, никто не работает до пенсии на стройке, да. То есть ни один, вы не увидите на стройке человека, которому 65 лет, и он все еще работает на стройке. Это нонсенс, да, то есть там работают молодые люди. Точно так же, как много есть видов деятельности, в которых от тебя берут все здоровье, и тебе платят какой-то доллар, но доллар этот потратишь, да, и тебе ничего не остается, что сейвить. Ты не сохраняешь никакой капитал. Поэтому проблема в том, что мало времени, эта проблема подталкивает людей на большой риск. Я хочу дать решение. Я хочу дать решение, что можно делать иначе. Вот это скрин с CNBC сайта, да, статья. Из заголовок он абсолютно кошмарный. 41% американцев говорит, что нужно чудо для того, чтобы они смогли выйти на ретайрмент. 41%. То есть 4 человека из каждых 10, да. И, как я говорю, среди грантов, скорее всего, эта цифра намного выше. Если бы они провели опрос среди тех, кто приехал в США, а не родился в США, среди тех, кто плохо говорит по-английски, среди тех, кто не имеет паспорта или не имеет американской грин-карты, вот среди этих людей, если бы провели опрос, там было бы не 41%, там было бы 81%. Поэтому это видео чрезвычайно важно для вас, для меня тоже. И я вам хочу показать, что, может быть, вам не нужно так много лет или так много долларов для того, чтобы создавать себе пенсионный план, да. Что если бы можно было как-то по-другому сделать? Например, если бы ваши расходы, да, когда вы на ретайрменте, были в три раза меньше, а активы были, ну, такими, как американские активы, то вы могли бы тогда с гораздо более маленьким, ну, маленьким временем, да, вы могли бы создать активы, которые необходимы для ретайрмента. Следующая вещь. Что если бы вам не нужно было платить грабительски высокие налоги, да? Потому что если вы живете в каком-то штате, как Нью-Джерси, Нью-Йорк, Калифорния, Иллиной, да, то это штаты с довольно высокими налогами. Вот смотрите, какая штука. Большинство людей, которые здесь, в Пукете, которые экспаты, которые сюда приехали, кто-то три года назад, кто-то год назад, кто-то несколько лет назад, они просто продали свою недвижимость в Америке и приехали. И вот сейчас цены, как никогда, высокие на недвижимость в США. И сейчас как раз то время, когда можно превратить свою недвижимость в Америке в свой пенсионный план. То есть, всего лишь три или четыре недвижимости проданных создадут то необходимое количество денег, с помощью которого вы можете купить, например, недвижимость в такой стране, как Панама, и просто сдавать ее посуточно туристам, потому что тут туристов немерное количество, и средний ценник 100 долларов в сутки. Только недвижимость, которая стоит во Флориде, генерирует 100 долларов в сутки, в нее нужно вложить, не знаю, 600 тысяч, 300 тысяч. А недвижимость, которая в Панаме генерирует 100 долларов в сутки, вы ее можете купить за 100-150 тысяч. Представляете? То есть, человек, который имеет, допустим, дом в Нью-Джерси и продал его за 800 тысяч долларов, да, и получил эти деньги, скажем, он может на эти деньги купить 6 или 7 недвижимости в Панаме, в туристической эрии, сдать их помесячно или посуточно в рент, и у него будет пенсия. И все. И, естественно, возникает вопрос, так, так, подожди, Альберт, а что делать тем людям, у которых нету дома в Нью-Джерси, которые можно продать за 800 тысяч? Что делать тем людям, у которых еще нету дома в Калифорнии или нескольких домов, да? Я рекомендую иметь несколько домов. И более того, я рекомендую, чтобы вы их приобрели, вы их поддержали 3-4-5 лет, я надеюсь, у вас еще есть несколько лет в запасе, да? И потом, когда вы продаете, часть уходит на паев кредита, и часть это equity. И у вас, допустим, в этом доме 300 тысяч equity, в этом 250 тысяч equity, в этом 400 тысяч equity, в этом 300 тысяч equity, в этом 200. Вы собрали эту equity, поместили ее в ту страну, где вы можете генерировать гораздо больше процентов доходности, и где вы можете не платить таксы на тот доход, который вы получаете, да? И самое главное, где расходы в этой стране в 2-3 раза ниже, чем на тот же уровень жизни в США. И вот это есть секрет, который используют все эти экспаты, все эти 4-5 тысяч экспатов из разных стран, которые живут в этой эре. Вот это тот секрет, с помощью которого они отошли от дел и живут в очень приятной, знаете, банановой республике, потому что Панама – это республика Панама. И здесь действительно очень вкусные бананы. Подумайте, возможно, этот способ вам подойдет. И последнее, если вы все еще не знаете, как купить несколько домов, пройдите мою программу обучения. Я там показываю на примере своих сделок, как это сделать. Да, мы еще не поселились в Панаме, да? Мы просто здесь на разведке. Но я считаю, что эта страна довольно хороший вариант для тех людей, кто хочет на ретайрмент и кто не хочет платить кошмарные американские расходы на жизнь, но все-таки хочет иметь такой, знаете, гавайский образ жизни. Вот это возможно для вас. У меня все. Всем пока. Продолжение следует... Продолжение следует...